Число заразившихся коронавирусом продолжает расти. За минувшие сутки выявлено 64 новых случая. Таким образом, заболевших COVID-19 в Саратовской области – 1232 человека. Сейчас задействовано около половины всего коечного фонда региона. Чуть больше 500 человек – это пациенты с подтвержденным коронавирусом. 24 человека находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. 85 получают кислородную поддержку. Об этом стало известно на брифинге в региональном Минздраве. Аня, расскажи, что говорят специалисты, ведь 239 человек уже выздоровели. Да, но специалисты отмечают, что эта цифра не должна быть поводом для самоуспокоения. Региональный Минздрав призывает жителей региона продолжить соблюдение ограничительных мер и соблюдать все нормы безопасности. Ведь во всех районах есть случаи заражения коронавирусом. Лидеры – это Саратов, Ершов и Откарск. Чаще всего коронавирусом болеют люди старшего возраста. При этом среди пациентов с COVID-19 есть и дети. Детей на сегодняшний день более 100 человек. 105 всего, если быть точным. По возрастному делению у меня есть только статистика, сколько детей до года. Это 6 детей. Менее 6% соответственно. К счастью, среди детей тяжелых случаев нет, а уж тем более случаев нахождения их на аппарате искусственной вентиляции легких тоже нет. При этом хочу сказать, что 18 детей из числа зарегистрированных уже выздоровели. Несмотря на рост заболевания коронавирусом, регион готовит план выхода из режима самоизоляции. Делать это будут постепенно, в три этапа. А накануне руководители саратовских торговых центров написали коллективное обращение к вице-губернатору области Александру Стрелюхину. В нем предприниматели отметили, что в связи с эпидемией они несут огромные убытки. По прогнозам аналитиков, нужно в среднем году-два, чтобы восстановилась экономика. Опять будем говорить о том, что бизнес завязан на потребительском спросе. Кто-то уволен, у кого-то нет средств к существованию. Какие-то отрасли закрылись полностью. Для бизнеса сейчас самое главное сохранить рабочие места и своих сотрудников. В ряде регионов России уже открыли торговые объекты для посетителей при условии соблюдения всех мер профилактики. Люди должны находиться в масках, держать дистанцию, а в помещениях регулярно проводить уборки и обеззараживание. Сейчас вопрос возможного открытия торговых центров рассматривается в оперативном штабе. Ань, непростое время не только для предпринимателей, но и для простых горожан. Помощь будет оказана? Конечно, уже сегодня начнутся выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет. Доплата в размере 4854 рублей будет проводиться в течение года на каждого ребенка. Ожидается порядка 96 тысяч обращений граждан. Принимать их будут в управлении соцподдержки населения и комплексных центрах социального обслуживания. В течение всего года за граждан будет закреплено право доплаты с 1 января. То есть независимо от даты обращения мы будем производить доплату, начиная с 1 января текущего года. Так что все выплаты люди получат своевременно, в полном объеме. Также семьи с детьми смогут воспользоваться выплатами от государства, которые накануне были анонсированы президентом.